МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА После репортажа в нашей программе в одном из рязанских домов все-таки начались работы по газообеспечению. Голосование 16. За и против. Российские политологи и депутаты обсуждают возможность снижения возрастного порога электората. А теперь обо всем подробнее и по порядку. Сенсацией недели стала отставкой рязанского мэра Виталия Артемова. Неофициальные и неподтвержденные сведения о том, что главный начальник исполнительной власти Рязани написал заявление по собственному, стали приходить уже во вторник. Публиковать их никто из рязанских изданий пока не решался, даже с поправкой на возможность неточности сведений. Зато среда стала днем Х. Появились уже точные сведения. Да, действительно, мэр Виталий Артемов уходит. Напомним, Виталий Евгеньевич Артемов родился 13 июня 1968 года в Рязани. В 92-м закончил Рязанский радиоинститут, работал инженером в Рязани Нерго, а потом сделал неплохую карьеру в сфере энергетики и коммунального хозяйства. В июле 2008 года стал региональным министром теплоэнергетического комплекса и ЖКХ. А 11 ноября 2010-го назначен на должность главы администрации Рязани. То в должности он пробыл без малого 4 года. Такова была ситуация, сложившаяся накануне внеочередного заседания Рязанской городской думы. Оно было назначено на четверг. Как известно, заявления Виталия Артемова удовлетворили, на наш взгляд, как-то уж слишком поспешно. И впрямь целый градоначальник на покой собрался, а ему в одночасье до свидания. По-человечески надо бы его и попросить остаться, и помочь с чем-то, отпуск предложить в конце концов. Но вот что было сказано городским начальством после заседания думы, прямо по горячим следам. На внеочередном заседании Рязанской городской думы на повестке стоял единственный вопрос. Рассмотреть заявление о добровольном сложении себя полномочий главы администрации Рязани Виталия Артемова. Заявление о своем уходе он направил в аппарат гордумы еще 28 октября. А сегодня депутаты рассмотрели его просьбу и большинством голосов проголосовали за. Это очень серьезное решение, потому что должность серьезная, уровень работы очень высокий. И, конечно, люди, которые находятся на таком посту, такими решениями не разбрасываются. Мы полагаем, что оно было осознанным, оно было продуманным. И дума, безусловно, удовлетворила просьбу Виталия Евгеньевича. Самая главная задача, на наш взгляд, это то, чтобы город нормально функционировал, чтобы хозяйственный блок и социальный блок, они работали без сбоев. Преемственность сейчас обеспечивается. Во-первых, заместители продолжают исполнение обязанностей, все начальники управления, оперативно назначены исполняющие обязанности, главы администрации города Рязани. Поэтому, я считаю, самую главную задачу мы сейчас выполняем. Бывший сити-менеджер Виталий Артемов причиной своего добровольного ухода называет семейные обстоятельства. Дальнейший план у второго – написать, во-первых, заявление на отгон, на 4-е числа второго съездить отдохнуть на две недели, а потом приехать в город и определяться в дальнейшем плане. То есть еще пока не ознавались? Нет, совсем ничего не определился. Было личное решение, семейное решение. Мы с семьей это обсуждали. Наверное, Надежда Николаевна Чумакова задала такую планку и всю жизнь положила и всю свою семью, у нее даже не было семьи, для служения городу и, наверное, та планка, которую не достигнет еще никто. Наверное, найдется тот глава, который сможет это сделать. Мне кажется, наша команда постаралась сделать, но что-то, что можно было это сделать в тех условиях, которые есть, я думаю, процентов 10, что надо было бы сделать для города Рязани. Временно исполнять обязанности главы администрации будет Светлана Горячкина. Такое решение приняли депутаты. А уже на следующем заседании Рязанской городской думы начнутся процедуры для проведения конкурса на замещение вакантной должности главы городадминистрации. Что же можно буквально навскидку сказать о главе исполнительной власти Рязани номер 6? В первую очередь то, что его последователю, с назначением которого городской думе придется определиться совсем скоро, работать будет очень и очень нелегко. Артемов на своем посту был попросту хорош. При нем благоустраивались парки, создавались новые, достаточно вспомнить из последнего, чудесный сквер в Песочне. При Артемове ремонтировались дороги, город стал заметно чище. В зиму Рязань входила без проблем. Горячую воду летом в связи с профилактическими работами отключали на самый короткий срок. Он был лучше остальных, надо признать. Теперь, чтобы преодолеть планку, поднятую командой шестого мэра города, надо приложить огромные усилия. И вдогонку всей этой теме еще информация, которая пришла совсем недавно. Она имеет самое непосредственное отношение к муниципальной власти. Похоже, грядет еще одна локальная сенсация, на сей раз в думских рядах. Следственными органами Следственного комитета России по Рязанской области возбуждено уголовное дело в отношении руководителя одной из рязанских коммерческих организаций, который подозревается в незаконном получении кредита. Так, по данным следствия, подозреваемый путем предоставления заведомо ложных сведений о хозяйственном положении возглавляемой им организации, незаконно получил кредит в банке на сумму более 14 миллионов рублей, в результате чего банку был причинен крупный ущерб. Учитывая, что подозреваемый является депутатом Рязанской городской думы, уголовное дело в отношении него было возбуждено руководителем Следственного управления. В настоящее время в рамках расследования данного уголовного дела проводятся следственные действия, которые направлены на установление всех обстоятельств совершенного преступления. А о том, что проблем вокруг много, причем самых серьезных, и в основе которых лежит так называемый человеческий фактор, говорит тепловой удар недели. Во вторник на расширенном заседании регионального правительства рязанский губернатор, говоря народным языком, вставил фитиль министру ТЭК и ЖКХ Владимиру Полузову. Дело в том, что начальник области поручил специальной комиссии разобраться, почему затягивается пуск тепла в домах села Мурмина. Выяснилось, что и денег в бюджете хватало, и необходимость в пуске тепла, разумеется, наличествовала. А вот не работали мурминские тепловики, да и все тут. А главе администрации Рязанского района Виктору Пронькину Олег Ковалев и вовсе предложил сложить полномочия из-за прямой вины в срыве сроков подключения отопления. Я посылал туда комиссию по моему поручению туда во главе с Сергеем Владимировичем Филимоновым. Она установила, что все работали отвратительно. Вот показали пример, как нельзя работать. И сейчас люди там сидят без тепла. В связи с этим, я распоряжением объявил выговор министру ТЭК и ЖКХ Полозову и установил ему срок до 1 ноября. Дальше будут другие уже решения приниматься. Дальше, в связи с этим, главе администрации Рязанского района я предлагаю добровольно уйти в отставку. Сегодня же. У вас люди сидят без тепла. Поэтому Ахметову ежедневно контролировать в ежедневном режиме ход выполнения работы. Вообще на такую тему, как заковыки в работе хозяйственных структур, мы сняли уже целую коллекцию репортажей. Например, тема отсутствия газа в одном из рязанских домов. Движение началось только после того, как вышел в эфир материал нашей программы. У жильцов дома по адресу улицы Есенина, 59-12, почти 8 месяцев не поступал газ в квартирные газовые колонки. Работники из управляющей компании Техрембетсервис еще в феврале нынешнего года отключили подачу газа. Прямо-таки отношения России и Украины, да и только. Причем, как сообщали жители, коммунальщики обещали быстро сделать ремонт труб в подъездах и вернуть газ. Однако ни ремонта, ни газа люди так и не увидели. Ни через неделю, ни через месяц, ни даже через полгода. Вот как объясняли сложившуюся тогда ситуацию сами жители дома. После визита журналистов нашей телекомпании к жителям пришли и представители городских властей. Газовики обследовали трубы и приступили к работам, причем за счет бюджетных средств. А сейчас вот наш подъезд, они начали, наверное, с нашего подъезда, не знаю, с нашего. Они сейчас уже сделали много квартир, прошли их к дымоходу, да. И что там внизу все, и только и кого не было, они уже всего не доделают, он уже все знает. И так что городу вот то, что вот это вот приезжали и сказали, что вот эти деньги, мы это, что они вот нам город дал денег на это, нужды, большое им спасибо. В общем-то, до сих пор непонятно, как так могло получиться, чтобы газовые колонки в квартирах отключались на целых 8 месяцев. Причем ведь, как сообщали жильцы, работники техремпетсервиса не во всех квартирах сумели добраться до заветных газовых колонок и отключить их. Хозяева были попросту на работе, и коммунальщики не смогли попасть в квартиры. Ну а те, кто добропорядочно впустил газовиков к себе, так и пострадали больше всех. Вот как работает управляющая компания. Парадокс, да и только. Оказывается, что выгоднее и вовсе не открывать двери для сотрудников из сферы ЖКХ. Да и потом, разве это не опасная ситуация, когда часть газового стояка завоздушна, а часть заполнена голубым топливом? Тут ведь и до трагедии недалеко. Хорошо, хоть сейчас власти все-таки приступили к ремонту труб и возобновлению газоснабжения в доме Поясенина 59-12. В общем, эта газовая история, хоть и с относительно позитивным полуфиналом, все-таки оставляет немало вопросов и наводит на неприятные размышления многих горожан. В Рязани досрочно открылась развязка на 182-м километре трассы М5 «Урал» Москва-Челябинск в районе элеватора. Строители из моста Треста работали по-настоящему ударными темпами и сдали этот объект почти на целый год раньше запланированного срока. На 182-м километре трассы М5 «Урал» открыта транспортная развязка. Объект введен в эксплуатацию с опережением графика на год раньше намеченного срока. Общая стоимость проекта составила 2 миллиарда рублей. Особенностью строительства новой развязки стало совмещение сооружения с троллейбусными линиями и газопроводом, а также разделение в разных уровнях автомобильных потоков с расположенными на данном участке железнодорожными путями. До открытия новой развязки остаются буквально секунды. Здесь первые лица правительства и, конечно, те люди, которые эту дорогу строили. Для них этот день особенно важен. Это, будем говорить, социальное самочувствие людей, потому что настоишься в пробках, какие могут быть разговоры и какое может быть отношение к власти. Строительство новых дорог, развязок и развитие инфраструктуры транспорта в целом – это одна из приоритетных задач для Рязанской области. И один из объектов уже сдан вовремя. Теперь здесь не только удобнее ездить, но и удобнее подъезжать к тем объектам, которые находятся у поворота на улицу Коняева. В частности, для комфортного функционирования общественного транспорта и передвижения троллейбусов выполнено уширение дорожного полотна на участке М5 Урал от 182 до 184 до трех полос движения в каждом направлении. Сейчас в прессе и среди депутатов активно обсуждается инициатива госдумовских либерал-демократов, которые предложили разрешить 16-летним подросткам принимать участие в голосовании на выборах. По всей видимости, у Соколов-Жириновского есть расчет на юношество, а также стратегия пиар-компании, направленная на старшеклассников. Сегодня у нас в программе некоторые мнения вполне взрослых людей на этот счет. По мнению депутатов, явка на выборах разного уровня стремительно падает, а снижение возрастного ценза, по мнению авторов проекта закона, обеспечит электорат на избирательных участках. Мол, если у большего количества людей будет право делать выбор, тем больше народу, соответственно, и пойдет голосовать. Я думаю, что всем многим понятно, что в 16 лет многие дети, они еще в политике достаточно слабо развивают, ну, разбираются, в общем-то, если посмотреть, вот я занимаюсь с детьми там на пытательных курсах для поступающих в институты, которые как раз вот дают общество знаний, и, в общем-то, для них политика является очень сложной. То есть, например, там, как-то социальные отношения, социальную структуру, даже некоторые философские вопросы, они разбирают намного легче. У них сразу возникает проблема с политикой, потому что напрямую они с ней никогда не сталкиваются, по-хорошему пощупать, и, смотри, многие не могут. В свете последних событий предложение о том, чтобы разрешить голосование 16-летним школьникам, выглядит уж, простите, как своего рода провокация. Молодежь является главным объектом манипулирования. Ну как человек, которому не на любой-то фильм можно сходить, сможет сделать осознанный выбор? Выбор, который, возможно, повлияет на судьбу целого государства. Само собой, на ребятню, зеленую и политически безграмотную, будет оказываться давление во всех сферах. Вот этот момент, то, что у нас в законодательстве прописано, с 18 лет имеет право избираться в местные органы самоуправления, я тоже считаю, что это еще рано. Потому что, опять же, для того, чтобы заниматься управлением даже на уровне местного самоуправления, все равно нужно иметь какой-то, по крайней мере, практически жизненный опыт, которого в 18 лет, а тем более в 16 лет, у человека еще нет. Соответственно, опять же, если взять там 16 лет, то таких избирателей будет легко увлечь именно какими-то красивыми демагогическими лозунгами. И я так думаю, что ЛДПР исходит здесь из своих школьных интересов. Потому что, ну, мы представляем, что действительно достаточно большое количество студентов голосует за ЛДПР, и, соответственно, масса школьников тоже так более-менее привлекает идеи ЛДПР. Но, опять же, это не из-за того, что они обладают высокой политической грамотностью, культурой и так далее, а наоборот, показатели их, наоборот, малой грамотности. Еще один мотив, которым руководствуются авторы предложения, это то, что на выборы нынче ходят одни пенсионеры. Нужно электорат омолодить, так сказать, сбалансировать взрослую категорию избирателей. Да и воспитание патриотизма у молодежи такой шаг внесет весомый вклад. Но вопросов пока все же остается больше, чем ответов. Есть еще одна громкая законодательная инициатива. В Рязанской областной думе сейчас обсуждают федеральный законопроект о введении запрета на продажу алкогольной продукции молодым людям до 21 года. По мнению авторов этого законопроекта, принятие поправок оградит молодежь от раннего пристрастия к спиртному. Далее, мнение специалистов о том, каковы перспективы этого законопроекта. В Госдуму внесен законопроект, запрещающий продажу алкоголя до 21 года. Документ также предусматривает ужесточение ответственности за продажу виноводочной продукции лицам, не достигшим этого возраста. Штраф за неоднократную продажу спиртных напитков молодым людям моложе 21 года, согласно законопроекту, должен составлять до 80 тысяч рублей. По сути, законы очень верные. Вопрос только в том, как будет исполняться эта законодательная норма, потому что здесь очень большую работу должны проводить и правоохранительные органы по контролю, и исполнительная власть, и местная, муниципальная, и областная. Ну и я думаю, что общественность тоже должна подключиться. И не продавать, если закон действительно выйдет в свет, не продавать лицам, не достигшим 21 года алкогольные напитки. Чем позже молодые люди начнут пробовать алкоголь, тем лучше. Конечно, одними только запретами проблему не решить. Но если хотя бы одному подростку эта мера поможет избежать раннего знакомства со спиртным, она нужна. Но если рассматривать этот вопрос с другой стороны, то мы получаем следующую картину. В нашей стране совершеннолетие наступает и 18 лет. Жениться можно, детей рожать можно, идти в армию даже нужно. Если уж законодатель считает, что до 21 года человек не может отвечать за свои поступки и самостоятельно решать, пить ему или не пить, пусть тогда и женятся, и в армию идут на три года позже. А то как-то нечестно получается. Тем более, что наша молодежь, как правило, к 21 году вредные привычки уже бросает. И смешно, и грустно. Да и будет ли соблюдаться данный закон? Будут ли правоохранители следить за его исполнением? Опять одни вопросы. В эти дни в Рязанском государственном университете проходит научно-практическая конференция. Ее тема – 110-я годовщина со дня рождения Сергея Бирюзова, маршала Великой Отечественной уроженца города Скопина. Сергей Семенович Бирюзов, как и многие военачальники его поколения, родившиеся в начале века, воевать начинал в Красной армии. Прошел путь от 18-летнего добровольца до комвзвода. А потом так и пошел по военной дороге, добравшись в 1939-м до высокого звания комбрига. Уцелеть военному в те годы было очень трудно, и дело не во ворогах внешних. Политические чистки косили армию быстрее пулеметов. Однако Бирюзову повезло – он уцелел. Возможно, в каком-то смысле помогла угроза предстоящей войны, которую он встретил в 1941-м в должности командира 132-й стрелковой дивизии. Знал бы герой-маршал, уходя на битву с фашизмом, что уже в новом веке начнется реставрация нацистского движения, да где – на украинской земле, которую ему довелось в свое время освобождать. Бирюзов командовал войсками на Брянском и Сталинградском фронтах, участвовал в освобождении Донбасса и Крыма, воевал в Молдавии, брал Белград. И как современно, актуально звучат сейчас названия городов и регионов, которые тогда отбивали у врагов советские воины. То, что происходит сейчас в этом зале, это очень большое и серьезное дело, которое помогает старшему поколению, нам с вами, воспитать молодежи уже почти утраченное чувство гордости к своему народу, к своей стране. Чувство патриотизма. То есть, чтобы поднять вот этот дух, это очень много значит для страны в будущем. Бирюзов прошел всю войну и погиб спустя 20 лет после победы. Самолет, в котором был маршал и еще три десятка представителей правительственной делегации, врезался в гору неподалеку от Белграда. Герои войны и руководители партии летели на празднование 20-летия освобождения югославской столицы от фашистов. Бирюзова помнят и чтят жители воюющего Донецка. Совсем недавно, 19 октября, капсулу с рязанской родины маршала-освободителя заложили в этом городе. Очень уместно именно сейчас, на фоне всей вакханалии, которая творится на Украине, где сносятся памятники, где уничтожается память своих героев, показать, что мы чтим память таких людей, как маршал Бирюзов, сказал организатор мероприятия, режиссер Юрий Душин. Он сообщил, что на месте закладки капсулы будет памятник Бирюзову и сквер его имени. Надо добавить, что акция прошла на фоне артиллерийской канонады, доносившейся из района аэропорта. Битва за свободу Донецкой земли продолжается. Всероссийская акция «Зарядка с чемпионом», ставшая в нашей стране, но уже традиционной, пройдет в столице области 6 ноября на территории Рязанского государственного медицинского университета. Всероссийская акция «Зарядка с чемпионом», ставшая в нашей стране традиционной, пройдет в нашем городе 6 ноября на территории Рязанского государственного медицинского университета. Здесь мы проведем зарядку на открытом воздухе, на крыльце каждого из корпусов, одномоментно и красиво. Я уже, может быть, раскрываю некоторые секреты, как это будет. Воспитание культуры, здорового образа жизни и привлечение молодежи к спорту – это основная идея акции. В этот раз, кроме зарядки на свежем воздухе, занятия будут проходить и в новом бассейне «Аквамед». Мы проводили в 2012-2013 году массовую зарядку для наших студентов как раз на территории нашего медицинского городка, в нашем кампусе. И ребятам это очень нравилось. И мы действительно использовали эти наработки в новой заявке. И, конечно, мы привлекаем к этой акции наш новый бассейн, который мы строили при поддержке правительства Рязанской области и партии «Единой России», в рамках партийного проекта «500 бассейнов в ВУЗе «Единой России», который мы завершили и выпустили в этом году в работу. И в этом бассейне, уже забегая вперед, пройдет соревнование и будет также этап данной акции. В общем, программа обещает быть насыщенной. Главное, как говорится, чтобы погода не подвела. День народного единства – это, пожалуй, самый молодой официальный праздник в России. И несмотря на почти уже десятилетнюю историю и многотысячные шествия на улицах городов, День народного единства до сих пор воспринимается многими людьми весьма неоднозначно. Кстати, и рязанцы также по-разному будут отмечать эту историческую дату. А вот для вас этот праздник что означает? Он патриотический, исторический или просто личный? Патриотический, наверное. А для меня? Ну, просто как у пенсионерки отдых, так и продолжается отдых. То есть несколько дней выходных? Несколько дней выходных. Можно без внуков обойтись в эти дни. Вот и все. Народ, ну, единственное, с кем единятся-то? Бедняки с богатеями или богатеи с бедняками? Кому как? Когда хоть будет праздник-то? 4 ноября. А, ну вот, теперь будут знать. Спасибо. Для меня более предпочтительно 7 ноября. Почему? А я пока еще не вошел в традиции устойчиво. Так-то она, конечно, хорошая идея. Для меня лично он значит, что у моей мамы в этот день день рождения. И я все время думаю, что господин Путин именно для нее сделал такой всенародный праздник. Когда наш народ в России будет единый, будет все. Это будет праздник для нас. Чтобы все были, друг друга любили, уважали, относились по-человечески. Ну и, соответственно, вот это вот, наверное, отношение людское и есть единство. Душевное и такое. И спокойствие в стране хотелось бы. Чего у нас пока не очень. В Рязанском цирке начинается программа «Карнавал слонов», которую подготовила династия дрессировщиков Корниловых. На красочном представлении побывала и Ирина Ковалева. Новое яркое шоу «Карнавал слонов» известной династией Корниловых в это воскресенье стартует в Рязанском цирке. Ну а пока, перед премьерой, артисты оттачивают свое мастерство, а животные, коих в этой программе немало, привыкают к арене. Конечно, всего представления нам, рязанским журналистам, не показали. Однако и того, что мы увидели, оказалось достаточно, чтобы понять, рязанцев ждет нечто невероятное. Ну, во-первых, огромное количество животных. Лошади, собачки, медведи и, конечно же, добродушные гиганты-слоны, которые буквально поразили нас своей грацией и чувством баланса. Это один из самых сложных трюков. На его постановку уходит от трех до пяти лет. Согласитесь, далеко не каждый человек способен с такой легкостью балансировать на шаре. А вот красавица Претти делает это легко и непринужденно. Ее дочь, малышка Маргоша, которую рязанцы полюбили еще два года назад, в прошлый приезд цирка Корниловых, за это время тоже освоила новые трюки. Я сегодня на прогоне показал то, что она делает. Это жонглирует платками, ловит мяч в рот и потом кидает его мне обратно. Делает еще стойку на бутылках. В общем, все трюки, которые делают взрослые слоны, мы стараемся, чтобы повторила наша маленькая Марго. Невероятные трюки в этой программе выполняют и говорящие попугаи вместе со своим папой Владимиром Городецким. Маргошенька, скажи, кто я? Еще раз, кто я? Папа, правильно, молодец, сыночек. Готовят сюрпризы для зрителей и Долора Запашная со своими лохматыми артистами. В их исполнении вы увидите трюки, некоторые из которых больше никто в мире не исполняет. У нас медведи на батискафе поднимаются под купол цирка в полной темноте. У нас медведи катаются на якоре через весь манеж. У нас медведи делают прыжок на дрессировщика. Сначала, то есть неожиданно, так что зрители аж пугаются, думают, что это нападение, а это оказывается трюк. Естественно, все номера сопровождаются яркими костюмами, так что, посетив это представление, вы действительно побываете на настоящем ярком карнавале. Это был последний видеоматериал нашей итоговой программы «Время говорить». Впереди длинные выходные. Желаем вам достойно отметить День народного единства. До встречи в эфире. День народного единства